Привет, с вами доктор Влад. Я тоже так неожиданно немножко вылез. Я сейчас листал, тут интернет смотрел. И попалось на глаза интервью Маши из МИДа, российского. Я не помню, Захарова. И у меня вот так вот что-то ассоциация, ассоциации русские народные сказки. Машенька и Медведь. Вот сейчас как раз Машенька и Медведев. Я вообще, я поражаюсь, конечно. Ну хорошо, ну Путин, да, про него уже много говорили, но это его эпоха как бы. Ну как была Брежневская эпоха, там Андроповская коротенькая, Ельцинская, да. Ну ладно, вот сейчас Путинская эпоха. И вот кого он подбирает в кадры, кто с него работает, да. Ну вот это Маша Захарова. Это совершенно непристойная личность, ребят. Ну непристойная просто. Маша, возьми меня за рук двадцать. Ну как можно такой быть лицом МИДа? Ну какое лицо такое и тело, как говорится, да. Вот я сейчас посмотрел тоже, почитал очередное ее интервью. Там люди с ней разговаривают еще. Я не мог бы, ребят, я бы, ну извините, да, я обливанул бы, честное слово. С ней просто рядом находиться. Это невозможно, мне кажется, да. Мне кажется, от ней воняет даже. Как-то так вот. Ну, я что-то не то говорю, да. Ну, вот что из главы, то и говорю, ребят. И Медведев, да. Жалкая, не считожная личность. Вот Паниковский, сам настоящий. Что он из себя представляет? Премьер-министр. Ему директором бани нельзя работать. Ему баню нельзя доверить. Баню все сразу разворуют к чертям, понимаете. Вот. А это премьер-министр. Вот. При живом президенте, которого всенародно избрали. Вот. И получается, вот какие скрепы, да. Машенька и Медведь. Точно как по русской народной сказке. Только сначала это была сказка. А сейчас я уже не знаю, что это такое. Это какая-то сатира жалкая, да. И вот опять же, что это Маша говорит. Ну, убили вот этих журналистов, да, в Африке. И вот она, мы не знали, да, они туристы. Ребята, убили русских граждан. Где нота вообще? Вот нота должна быть. Немедленно, да. Они что, граждане третьего сорта, да. Если там что-то случилось с каким-то, не знаю, другим, да, важным, да. Сын вот этого, как уж его, ну, хакер-то русский, да, в Америке его заловили. А сын какого-то там депутата. Ну, сразу тут шум такой, всё, наших унижают, наших грабят, да. Вот. Ну, не грабят, а сажают в тюрьму. Вот. А здесь троих, причём, просто расстреляли. Никакой ноты правительства. Ничего. Официально хотя бы. Абсолютно же ничего. И вот она сейчас, вот какие-то отмазки. Причём отмазки вот заранее такие вот уже придуманные, да. То же самое, как вот эти вот пригожинские тролли. Они тоже, они уже по отработанной системе начинают там что-то, значит, писать вот везде, на всех сайтах и так далее, да. Ребята, вы что, этого не видите, что ли? Вот. Просто, ну, это позор. Вот. Это два самых важных государственных, ну, как сказать, лица, что ли, да. Первое – это лицо вот МИДа. Вот. А второе – это премьер-министр, да. И та, и другой – никакой Машенька и Медведь. Что за сказка такая, да. Русские, может быть, вы проснётесь когда-нибудь из этой сказки, да. Вы посмотрите вокруг, ужаснётесь, бросите пить в конце концов, да. И что-то надо делать, потому что уже дальше, ну, это просто, это какое-то похабство начинается. Такого разврата и Париж не видел. Вот. И под весёлый гогот. Сегодня ещё день, сегодня или завтра день этих ВДВ, да, тоже пьяная десантура, вот эта полосатая, которая абсолютно ничего из себя не представляет. Начнут там, значит, громить, там что-то приставать к прохожим и так далее. И всё это разрешается. Менты стоят в сторонке, нервно покуривают, понимаете. Вот. Посмотрите, выгляните в окно, а. Не в телевизор смотрите, а в окно выгляните. Посмотрите, что происходит. Ну, ладно, вот у меня такое вот, после вот этой марши, да, вот, у меня такие ассоциации, я поспешил вас с ними познакомить. Надо, не надо, а не важно. Всего хорошего, доктор Влад с вами.